Аплодисменты Не верю, как любил, говорит Константин Сергеевич Станиславский, застав своих учеников за таким вот бесстыжим бесстыдством. Не верю! Это никуда не годится. Ну не можете вы репетировать без режиссера, не можете. Это какая-то отсидятина, это дилетантство. И поймите, наконец, поймите, не могут дети в четвертом классе вот так выражать свои чувства. К нему. Ну максимум в пятом. Или даже в шестом. Тебе сколько лет, маньяк? Я с тобой разговариваю. А ты, оказывается, взрослеешь прямо на глазах. Хорошо, будем считать, что тебе уже 25 лет. Да, тебе уже 25. Можешь одеть длинные брюки, клубный пиджак, я там приготовил. Сейчас мы с тобой пойдем знакомиться с твоей настоящей невестой. Так я вроде бы уже нашел. А что ты мог найти? Где? Как? Я уже... Это я тебе нашел. Дочь моего очень близкого друга. Вот ее фотография. Ой! Кошмар, кошмарный. Ужас ужасный. Это ничего. Как говорит пословица, с лица буду не пить. Ну она мне не нравится. И это не страшно. Опять же народная пословица говорит, Дариному коню в зубы не смотрит. Послушайте, сэр Пинкус, а у вас есть пословица какого-то более умного народа, а? Так, ты не огрызайся. Все, идем знакомиться. Ну как, ну как, без подготовки вот так. О! Вот тут ты, пожалуй, прав. Подготовка нужна, присядь. Представь себе, что я отец невесты. Очень уважаемый, интеллигентный человек. Рубщик мяса на привозе. А я ее мать. Твою мать. А что, ты же знаешь Бруля-Мошковну. А ведь похоже, похоже. Будешь нам помогать. Здравствуйте, молодой челуне. Олег, так вы пришли просить руки нашей дочери. Пришли, пришли, и нечего тут давать задний ход передними ногами. Так знаете, что я вам скажу? Вам таки дико повезло. Наша Софочка чистый небесный ангел. Жаль, конечно, что ее сейчас нету дома. Да очень жаль. Дело в том, что этот ангел как раз сейчас рожает. Как рожает? От кого? Ой, я тебя прошу, оно тебе надо. Есть такие мелочи, которые девочка доверяет только маме. Вот ты про предыдущие четыре раза ничего не знал, и сейчас живи себе спокойно. Ну, рожают и рожают. И тебе родит хорошего ребеночка. Вот это чистая правда. От кого только наша Софочка уже не рожала. И каждый раз детки, как на загляденье, беленькие, голубоглазенькие. И знаете, что интересно? Все как один похожи на нашего сантехника Колю. Вот увидите, она и вам такого родит. Что, мамаша, я не хочу, чтобы мои детки были похожи на сантехника Колю. Какая проблема, позвоните в ЖЭК, вам пришлют другого сантехника. Вот тебе бы только наговаривать на девочку. Во всяком случае, наша Софочка, она прекрасная кулинарка. Да, вот вы любите, молодой человек, заливное, фаршированную рыбку, фаршмачок. Не знаю, нам на зоне такого не выдавали. Мой вам совет, когда она вам все это будет готовить, идите кушать на зону. Так, мне это начинает надоедать. Согласись, в конце концов, что у нашей Софочки очень интеллигентная специальность. Она только что закончила консерваторию. Да, у нашей Софочки очень интеллигентная специальность. Она только-только закончила консерваторию и уже начинает белить политехнический институт. Все, надоело. Ты просто мешаешь нам готовиться. Значит, мы пойдем без подготовки. И пойми, пойми, проблема не в том, чтобы тебе понравилась Софочка. Проблема в том, чтобы она согласилась стать твоей женой с твоими 11 судимостями. Если бы у тебя их было, ну хотя бы две. Так, если бы у него было две судимости, сильно вы были бы ему нужны вместе с вашей Софочкой. Он бы уже давно успел побывать президентом и уехать в дружественную нам страну-огрессор. Не скажу, в какую страну, чтобы не портить отношения с Россией. Я ведь завязал уже. Это точно? Ну да. Ну да.